Добрый день, уважаемые коллеги! Дайте, пожалуйста, обратную связь, как нас видно и слышно. Поставьте ваши плюсики в чате. Мы будем знать, что вы нас видите и слышите. Спасибо, видим. Мы сегодня начинаем наш вебинар, посвященный разработке основной образовательной программы дошкольно-образовательной организации в соответствии с ФОПДО. Ведущий у нас, ведущий методист Горностаев Венгер Сергеевич и я, Соляникова Оксана Игоревна. Мы с вами сегодня остановимся на отдельных моментах, о чем вам нужно еще позаботиться и что нужно указать в вашей образовательной программе, если вы используете в своей работе цифровую образовательную среду, в том числе МЭО «Детский сад». Мы с вами знаем, что мы руководствуемся в своей работе двумя документами основной федеральный государственный стандарт дошкольного образования и федеральная образовательная программа дошкольного образования и начинаем работать по ФОПДО с 1 сентября 2023 года. Вы уже, наверное, хорошо изучили структуру федеральной образовательной программы дошкольного образования, знаете, где что находится и, наверное, практически у всех у вас уже написана в той или иной форме ваша образовательная программа. Сегодня мы будем уточнять и разбирать, в какие части программы нужно что внести и дополнить. Будем идти четко по всем разделам, начиная с целевого раздела, перейдем к содержательному и остановимся дальше на организационном разделе и уточним, куда же нам отнести вариативную часть программы. Я не случайно выделила вариативную часть программы здесь на отдельный слайд и в отдельное окошечко, чтобы вы увидели, что в вариативной части программы структура совпадает с основной программой и у вас есть возможность по-разному ее внести в вашу программу. Сейчас мы перейдем к этому вопросу. Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы всех участников образовательных отношений, учитывает специфику национальных и социокультурных условий и, конечно же, отражает те порциальные программы и формы организации работы, которые вы выбираете, исходя из тех условий, где находится ваше образовательное учреждение. И, конечно, учитывает возможности педагогического коллектива и сложившиеся традиции образовательной организации. Мы с вами знаем, что наши дошкольники уже практически догоняют школьников по экранному времени. Они общаются с планшетом, телефоном, ноутбуком ничуть не меньше, чем их старшие собратья. И это учтено в федеральной образовательной программе. Посмотрите, я не буду зачитывать полностью, я думаю, что вы это изучили, и все видите уже не в первый раз. В планируемых результатах федеральная образовательная программа уже учитывает, что ребенок ориентируется в правилах безопасности в реальном цифровом взаимодействии. В содержательном разделе программы при организации работы с детьми особое место занимает формирование основ цифровой безопасности у детей старшего дошкольного возраста. И с учетом САНПИН, сколько они могут пользоваться этими цифровым контентом. Одной из основных задач образовательной области социально-коммуникативного развития является формирование основ безопасности в информационно-телекоммуникационной сети интернет. И развивается у детей умение применять цифровые средства познания окружающего мира, и в том числе правилах безопасного использования в цифровой среде. Одной из таких безопасных средств может стать цифровая образовательная среда МЭО «Детский сад», в которой используются как безопасные онлайн-ресурсы, прошедшие экспертизу Федерального института развития образования и Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора. Вы можете совершенно безопасно использовать нашу образовательную среду. Давайте посмотрим, где и как, что мы будем добавлять. Варианты внесения вариативной части в пункты программы. Вы можете до 40% внести в каждый раздел программы, указывать парциальные программы, которые вы используете, указывать контент цифровой образовательной среды, который вы используете. Вы можете выделить вариативную часть отдельным разделом программы, как я вам показывала на предыдущем слайде, дописать, что это вариативная часть программы вашего образовательного учреждения, у нее будет своя структура, и там вы идете уже по тем программам, которые вы используете, в каких формах и в каких местах вы будете ее применять. У вас есть вариант дописать локальный документ. Если вы планируете что-то использовать в течение небольшого срока, на один учебный год, на один какой-то промежуток времени, и вы сомневаетесь, насколько долго вы этим будете пользоваться, как вариант вы можете теперь издать свой локальный документ, в котором пропишите вашу вариативную часть использования какого-то контента. Теперь пойдем подробно по всем частям образовательной программы. В общее положение, в пункт 4 образовательной программы вашего учреждения, вы вписываете название, вы, если используете цифровую образовательную среду, добавляете, что часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%, и вы вот здесь вписываете, после выбора парциальных образовательных программ использование цифровых средств обучения. Это небольшой момент, который нужно не забыть и обязательно добавить, внести, либо приложением к документу, либо в самом документе. В целевом разделе, если вы используете цифровую образовательную среду, но в том числе МЭО «Детский сад», вы к моменту достижения ребенком определенного возраста можете указать ресурсы СОС МЭО «Детский сад», которые вы используете, и тоже это прописываете. И уточняете как раз здесь, что он придерживается правил безопасного общения с ними, потому что мы с 5 лет начинаем это подробное знакомство, и как раз ресурсы СОС МЭО «Детский сад» будут вам в помощь. В планируемых результатах на этапе завершения дошкольного детства к концу освоения программы вы тоже указываете, что вы используете некоторые цифровые средства, и в том числе ресурсы цифровой образовательной среды МЭО «Детский сад». В плане раздела педагогической диагностики, если вы подключаетесь к нашей цифровой образовательной среде, то для детей с 6-7 лет доступны карты наблюдения, оценки уровня психологической готовности ребенка к школе. Педагоги могут их заполнять, могут их использовать, а руководители должны это прописать в пункте 16 «Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов». Как прописать мы здесь указываем, и будет у вас потом в подарок файл, где подробно все эти абзацы вы можете скопировать и вставить в вашу образовательную программу. Пройдем теперь по содержательному разделу программы. Начнем с наших областей. Я вам здесь хотела показать, как вы можете какой фразой просто дополнить содержание каждой образовательной области, если вы используете парциальную программу или контент, например, МЭО «Детский сад». Вот здесь перечислены все разделы, которые входят. Вы можете сделать это в виде ссылки на ФОПДО, а дальше вы прописываете фразу, что в программе задачи содержания образовательной области, я здесь указываю социально-коммуникативное развитие, полностью соответствует разделу 18, в данном случае, ФОПДО, и дополняется положениями программы. Если вы используете какую-то парциальную программу, вы ее сюда дописываете, и контентом «СОС МЭО «Детский сад». И так можно сделать после каждого раздела программы. Можете собрать эти фразы воедино и дописать отдельно вариативным блоком. Мы здесь коротко на слайдах показали, что у нас области наши могут раскрыться с помощью контента цифровой образовательной среды «МЭО «Детский сад». У нас есть отдельные тематические занятия, отдельные сейчас существуют демокурсы, которые вам в помощь. Но напоминаю, что после каждого такого раздела вы дописываете фразу, что вы еще используете в вариативной части в парциальную программу или цифровую образовательную среду «МЭО «Детский сад». Еще вариант того, что вы можете дописать после каждого раздела. Вы можете перечень пособий по каждой образовательной области прописывать, ну, после каждой образовательной области прописывать свой перечень пособий. Итак, например, вот здесь в художественно-эстетическом развитии вы можете указать, что вы используете пособия, способствующие реализации программы в данной области, и в том числе использование контента цифровой образовательной среды «МЭО «Детский сад». Почему я здесь остановилась на этом месте? Потому что в цифровой образовательной среде «МЭО «Детский сад» очень много представлено репродукций картин художников и богатая медиатека, подобранная по тему, которую вы наверняка будете использовать, если вы подключитесь к нашей платформе. То же самое в области физическое развитие. У нас очень много физкульт-минуток используется практически в каждом занятии каждой темы, и поэтому вы можете эту фразу об использовании контента «МЭО» прописать в том числе и после области физического развития. Можете собрать отдельно. Хочу остановиться еще на тематическом планировании, которое предлагается «МЭО «Детский сад». Советую вам познакомиться с ним, раскрыть каждую тему, рассмотреть занятия и включать в содержательный раздел, не в сам раздел, а в виде приложения или в виде ссылки. Если вы будете использовать свое тематическое планирование, будете ли вы использовать наши темы, как-то их будете развивать со всеми уточнениями и дополнениями, вы можете это сделать в приложении к вашей образовательной программе. У вас будет еще в конце документа уточнение о том, что вы можете сделать тематическое планирование, в котором вы пропишите, в какой момент вы будете использовать цифровую среду, а в какой момент вы просто будете использовать ее в качестве подготовки к проведению образовательной деятельности. Содержательный раздел программы содержит также вариативные формы, способы и методы и средства реализации программы дошкольного образования. В пункт 23.2 вы должны добавить, что вы используете отдельные инструменты цифровой образовательной среды и прописываете какой МЭУ детский сад. Потому что если вы будете использовать сетевую форму реализации образовательных программ, если вы будете подключаться к другим образовательным организациям, если ваша организация имеет не одно здание, может быть вы будете делать конференции, на которых будут объединяться ваши педагоги. Тогда вам нужно указать, какие структурные подразделения у вас есть в организации. Если вы будете взаимодействовать с другими образовательными организациями, например, школы, музеи, организовывать такие встречи с помощью инструмента конференции, вот здесь, именно в этом пункте вы прописываете, какие структурные подразделения, какие организации и указываете номера договора. Содержательный раздел программы по поводу форм, способов и методов реализации уточняет, что обучение может проводиться в том числе и с применением контента и инструментов ЦОС МЭУ детский сад. Вы это здесь прописываете. Советую также по возрасту прописать, какие средства конкретно вы можете использовать, потому что в Санпинах указаны здесь номера, оговаривается, в каком возрасте ребенок может пользоваться цифровой доской, в каком возрасте может пользоваться ноутбуком, планшетом. Лучше это прописать отдельно, может быть, в приложении, когда вы будете оговаривать точно в какой момент и кто будет пользоваться цифровой образовательной средой. Не забудьте и о времени использования детьми, пользования детьми всеми информационными технологиями. Это тоже там взять из Санпинов и это прописать. В пункте 23.6.1 вы тоже прописываете, что при использовании информационно-рецептивного метода вы используете не только презентации компьютерные, наблюдения, но и используете контент ЦОС МЭУ детский сад, потому что там у нас есть и презентации, и небольшие фрагменты мультфильмов. И то, что ребенок просто смотрит на доску, это нужно здесь прописать. И пункт 23.4 я не случайно здесь добавила. Форма, способы, методы и средства реализации образовательной программы «Педагог» определяет самостоятельно. Вы, как руководители, старшие воспитатели, уточняете и прописываете, договариваетесь, когда и как планируете использовать, но в конкретный момент использования контента воспитатель может сам посмотреть, исходя из условий, как у них сегодня, какая наполняемость группы, какие дети пришли, берет ли он все объекты, которые предложены в наших занятиях или уроках, берет ли он только один сегодня объекты использует, или будет потом использовать в течение недели материал нашего одного занятия. Это как раз прописано в пункте 23.4 федеральной образовательной программы. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся тоже уточняются и прописываются в вашей образовательной программе. Если вы используете средства коммуникации цифровой образовательной среды «Мэудетский сад», то тогда вы прописываете их как формы связи с родителями. Так, в диагностическо-аналитическом направлении вы можете прописать, что открытые просмотры занятий и других видов образовательной деятельности используются с помощью систем коммуникации цифровой образовательной среды. Просветительско-консультационное направление тоже реализуется с помощью применения режима видеоконференций и консультаций, организованных в цифровой среде «Мэудетский сад». Также сюда дописываем досуговую форму, совместные праздники и вечера, и в том числе с прямыми трансляциями «Сос Мэудетский сад». Лучше прописать, потому что такая возможность раскрывает двери большему количеству участников образовательного процесса. Содержательный раздел программы по поводу коррекционно-развивающей работы расскажет сейчас Игорь Сергеевич, остановится на один. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, хотелось бы обратить на пункты 27 и 28 в рамках образовательной программы, которую необходимо привести в соответствии с федеральными, и эти пункты касаются непосредственно коррекционно-развивающей работы. У многих в нашей педагогической общественности людей складывается впечатление, что коррекционно-развивающая работа касается только обучающихся ограниченными возможностями здоровья при реализации адаптированных программ. На самом деле это не так. И в тексте федеральной образовательной программы дошкольного образования также указано, что коррекционно-развивающая работа может проводиться по обоснованному запросу педагогов, родителей, законных представителей на основании результатов психологической диагностики, на основании рекомендаций психолого-педагогического консилиума. То есть здесь мы говорим о достаточно такой широкой категории обучающихся, к которым могут применяться методы и приемы для реализации коррекционной работы. Здесь не только дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будут и дети инвалиды, но не имеющие заключение психолого-педагогической комиссии. Здесь же будут находиться дети, находящиеся на длительном лечении, есть дети-мигранты и даже одаренные обучающиеся. То есть данный раздел, данный пункт программы содержательного раздела, он относится к достаточно широкому понятию обучающихся с особыми образовательными потребностями. Что, собственно говоря, в себя включает программы коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Это план диагностических и коррекционно развивающих мероприятий. Это рабочие программы коррекционно развивающей работы и методические инструментарии для реализации диагностических, коррекционно развивающих и просветительских задач данного направления. Естественно, диагностические материалы — это протоколы психолого-педагогического обследования, это перечень методик авторских или тех методик, которые вы используете в своей работе. Они могут быть утверждены отдельным локальным актом или указаны в приложении к образовательной программе вашей образовательной организации. В качестве, например, протокола обследования речевого развития в образовательной организации может использоваться речевая карта онлайн-курса «Цифровой помощник логопеда» для тех образовательных организаций, которые к данному курсу будут иметь доступ в наступающем году. Обращаем также внимание на то, что ряд вот таких протоколов, зачастую, утверждается не только на уровне образовательной организации, но и на уровне субъекта Российской Федерации. То есть это тоже момент важно учесть при утверждении данных протоколов психолого-педагогического обследования, чтобы они не шли в противоречии с вашими региональными нормативными документами. Также стоит обратить внимание на пункт 28.1. Он включает в себя диагностическую работу и на данном слайде перечислены достаточно большие направления диагностической работы, что в себя она включает. Я хотел бы обратить внимание на один пункт, который выделен шрифтом более крупным. Это изучение уровня общего развития обучающихся, возможности вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми, в том числе с использованием диагностических материалов мобильного электронного образования. То есть вот это последнее уточнение можно внести, если вы планируете при проведении диагностической работы, при проведении психолого-педагогического обследования использовать материалы мобильного электронного образования. И в курсе, который у нас появится в следующем году, в частности, диагностические материалы будут входить в структуру данного курса. Следующий пункт программы 28.2. Коррекционная развивающая работа, ее направление, что в себя она включает. Я хотел бы обратить внимание здесь на две позиции. Это организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудности в освоении основной общеобразовательной программы и социализации, в том числе с использованием цифровой среды. На этот момент мы тоже обращаем внимание, что если мы при организации коррекционно-развивающих занятий используем цифровой контент, это желательно отразить в вашей программе. И следующая позиция – это коррекция и развитие высших психических функций, в том числе с использованием цифровой образовательной среды. Опять же повторюсь, что в контенте МЭО присутствуют задания, направленные на развитие высших психических функций и развитие внимания, памяти, мышления, которые можно использовать при проведении коррекционно-развивающих занятий. Переходим к следующему пункту. Это пункт 28. Содержание коррекционной работы. То есть, если мы до этого говорили о направлениях, теперь мы обращаем внимание на содержание. В содержании, представленном в федеральной программе, на себя можно обратить внимание, на себя обращает внимание пункт 28.4, касающийся информационно-просветительской работы. В частности, это проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций. И вот здесь как раз можно тоже уточнить в системе коммуникации СОС МЭО «Детский сад» для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся. То есть, понятное дело, что онлайн-консультации мы можем проводить. В данном случае мы говорим о безопасной цифровой образовательной среде, которую вы используете в своей работе. И указание на данный ресурс будет... Отсылка на данный ресурс будет указывать на то, что вы используете именно систему коммуникации мобильного электронного образования при реализации образовательной программы. И пункт 28.5. Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с федерально адаптированной программой. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины. В том числе с использованием цифровой образовательной среды мобильное и электронное образование для тех детских садов, которые используют платформу при работе с обучающимися. Почему здесь важно указать такое уточнение? Это связано с тем, что в системе мобильное и электронное образование присутствуют все элементы, отвечающие научным достижениям отечественной, современной коррекционной педагогики. То есть методологический и методический подход здесь полностью соответствуют, собственно говоря, и позиции разработчиков федеральных и федеральных образовательных программ. И формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. Мы с вами прекрасно знаем, что в качестве ассистивных технологий для ряда нозологических групп могут использоваться в том числе и информационно-коммуникационные ресурсы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с нарушением зрения. Как раз цифровые ресурсы зачастую являются ассистивными средствами доступа к информации, необходимой для получения образования. Я передаю обратное, возвращаю слово. Спасибо большое. Спасибо, Игорь Сергеевич. Продолжаем. Как уже Игорь Сергеевич сказал, при работе с родителями используется средство коммуникации. И он уточнил, что именно цифровая образовательная среда МЭО, она безопасна для таких видеообращений, видеообъединений, потому что наша среда хранится на таких серверах, на которые доступ будет только для авторизованных пользователей. Поэтому, когда вы связываетесь с родителями, индивидуально будет связываться специалист. Будете ли вы родительское собрание проводить для родителей, вы будете понимать, что вы защищены от внешнего воздействия. Там присутствуют только зарегистрированные пользователи. Продолжаем с вами по поводу внесения дополнений в вашу образовательную программу. В содержательном разделе программы включается еще и федеральная рабочая программа воспитания. У нее там есть подраздел работы с родителями, законными представителями. И вот как раз в формах и видах деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей, законных представителей, которые вы используете как образовательная организация, вы можете уточнить, что помимо родительских собраний, лекториев, конференций, что там вы еще используете, свои какие-то у вас традиционные есть мероприятия, вы указываете, что вы используете системы коммуникации и контент цифровой образовательной среды МЭО «Детский сад». Переходим теперь к четвертому организационному разделу реализации образовательной программы. В пункте 30 «Психологопедагогические условия реализации федеральной программы» мы с вами должны прописать, что решение образовательных задач с использованием новых форм организации процесса образования возможно. Это в виде проектной деятельности, ну дальше вы увидите на слайде, и в том числе вы прописываете, что используете контент цифровой образовательной среды МЭО «Детский сад». Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды – это пункт 31 организационного раздела программы. Вы должны здесь точно прописать, что в дошкольно-образовательной организации созданы условия для информатизации образовательного процесса, и можете указать, в каких групповых помещениях имеется оборудование. Ну, понятно, что не только для использования МЭО «Детский сад», а для использования любой цифровой среды, которую вы используете в образовательном процессе. Можно сделать это приложением, тогда вам будет удобнее смотреть, где у вас что есть расположено, потому что есть детские сады, в которых есть в каждой группе сейчас цифровая доска, есть детские сады, в которых только проектор и ноутбук с трансляцией, например, в музыкальном зале. И я рекомендую вам составить тогда график посещения детьми вместе с воспитателями групп этих ваших подразделений, этих помещений, где вы можете по очереди использовать цифровую образовательную среду МЭО. В пункте 31.12 в оснащении развивающей предметно-пространственной среды уточняйте, что вы применяете цифровую образовательную среду МЭО, которая используется как интерактивная площадка и пространство для сотрудничества детей и взрослых. Это позволит вам потом, опираясь на этот пункт, проводить мероприятия как отдельно для детей из разных зданий, для связи между зданиями различных организаций, так и использовать для каких-то мероприятий совместно с родителями. В материально-техническом обеспечении программы пункт 32, обеспеченной с металлическими материалами, средствами обучения и воспитания, вы можете прописать, что вы используете при наличии, при наличии это мы для вас указали, вы прописываете, что в ДО созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных помещений и указываете, какие у вас помещения есть, и в том числе компьютерно-развивающий комплекс, если есть, с возможностью использовать СОС МЭО детский сад. Не пугайтесь, компьютерно-развивающий комплекс так прописала федеральная образовательная программа, вы можете скорректировать и уточнить, что у вас конкретно имеется. Как я уже говорила, может быть, это доска, бывают и комплексы, бывают просто проекторы с ноутбуком. В пункте 32.8 образовательной программы предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки, актуализации периодических электронных ресурсов. И вот тут федеральная образовательная программа нам оставила место, куда мы можем прописать, какие электронные ресурсы вы планируете использовать, и конкретно здесь вы можете дописать цифровую образовательную среду МЭО. Также указывайте дальше, какую методическую литературу и какое сопровождение используете. Можете сделать, если здесь это будет много, например, у вас, вы прописываете дополнением и приложением на этот пункт. В пункте 33.8 примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации программы ДО вы дополняете. Художественные произведения вы можете как читать книги реальные, так вы можете использовать тексты, которые у нас хранятся на цифровой образовательной нашей платформе. Тогда вы указываете художественные произведения, размещенные в ЦОС МЭО «Детский сад». То же самое касается анимационных произведений. Можно указать в виде ссылки на ФОП ДО, на соответствующий пункт, и дополнить, что время просмотра ребенком цифрового и медиа, в том числе контента МЭО, регулируется родителями. Это прописала федеральная образовательная программа. Вы просто делаете уточнение, что конкретно вы хотите добавить к тому, что рекомендует нам федеральная образовательная программа. Перейдем к кадровым условиям реализации программы. В пункте 34.3 указывается, что образовательная организация применяет сетевые формы реализации образовательной программы или отдельных ее компонентов. Это очень интересный, это очень прогрессивный ресурс, который вы можете использовать, применяя средства коммуникации цифровой образовательной среды МЭО. И вы должны это указать в этом пункте. Здесь вы тогда подробно указываете, какие педагоги у вас участвуют в сетевом взаимодействии. Может быть, вы связываетесь со школьным учителем, может быть, вы связываетесь с психологом из другого здания. Может быть, вы привлекаете преподавателей колледжа для того, чтобы они прочитали вам курсы повышения квалификации для ваших педагогов. И вот этот именно кадровый ресурс и в каких формах вы планируете это задействовать, вы уже, наверное, знаете, как вы это планируете сделать. Вы здесь прописываете. Если вы пока не знаете, как точно вы планируете это использовать, вы в любой момент, когда у вас подойдет момент использования сетевых форм взаимодействия, можете издать локальный какой-то документ, локальный акт. Вы сейчас можете сделать это в любой форме и сделать это приложением к вашей образовательной программе. Ссылайтесь на пункт 34.3 и прописывайте дополнение. И также мы должны уточнить в пункте 34.5, что в целях эффективной реализации образовательной программы дошкольной образовательной организации вы создаете условия для профессионального развития педагогических руководящих кадров. И здесь вы можете указать, что вы используете участие в работе методических объединений в Всероссийской линии педагогов и ведется методическое сопровождение для успешной работы педагогов с использованием цифровой образовательной среды МЭО. Потому что методическая поддержка вам оказывается как на наших вебинарах, так и по вашему запросу, если будет необходимость, будет создана дополнительная консультационная поддержка. И перейдем теперь к примерному алгоритму, что должна сделать образовательная организация по реализации образовательного процесса, если вы планируете использовать цифровую образовательную среду МЭО в детский сад. Здесь я выделила только несколько пунктов. В том документе, который вы получите в подарок, этот алгоритм расписан полностью, и вы можете пройтись по нему и посмотреть, что вы уже сделали, а что вам еще может быть предстоит сделать. Не обязательно все пункты выполнять, у нас там их указано 9, может быть, вы свое что-то дополните. Если вы работаете с СОС МЭО в детский сад, у вас должен быть разработан какой-то локальный акт, где вы указываете, что вы используете цифровую образовательную среду. Дальше то, о чем мы сегодня разговариваем, это тема нашей встречи, корректировка образовательной программы до школьно-образовательной организации. В этом году так случилось, что к учебному году мы все пишем новую образовательную программу. Поэтому мы сразу вносим дополнение и уточнение. Еще раз остановлюсь. Вы можете вмести, как после каждого пункта дополнения и уточнения, можете сделать, выделить отдельно вариативную часть и указать там использование цифровой образовательной среды. Можете сделать это приложением. Можете указать в локальном акте, что дополнить образовательную программу в пунктах таких-то, таких-то, такими-то уточнениями. И все пункты, которые мы сегодня с вами рассматривали, и которые будут у вас в документе, которые вы получите в подарок, вы приложите отдельным документом. Посмотрите, как вам удобнее. Если я руководитель образовательного учреждения, мне может быть удобно, чтобы у меня это было в одном документе. Если я специалист образовательного учреждения, я занимаюсь углубленно по какому-то, например, по речевому направлению, может быть, мне удобно выделить это в отдельный документ. Если я воспитатель, я вообще буду отсматривать только один возраст. И может быть, вы для воспитателей выделите касаемо этого возраста, в котором он будет работать. Поэтому посмотрите, мне кажется, касаемо именно воспитателей и узких специалистов, лучше было бы сделать дополнительным документом. Каким документом? Это решите уже вы сами. Внесите изменения в должностные инструкции, если необходимо, или опять сделайте доп. соглашение для работников в части исполнения трудовых действий по реализации образовательного процесса в ЦОС МЭО «Детский сад», чтобы вы точно прописали, как и когда, и в какое время они это могут использовать. Издайте локальные акты, если это необходимо, по вопросам повышения квалификации. Не все педагоги уверенно пользуются цифровой образовательной средой. Для кого-то кто-то подключается только сейчас, может быть, вам вместе предстоит это изучать. Но всегда есть люди, которые быстрее воспринимают это все. Их можете сделать цифровыми воспитателями, которые будут обучать, проводить у вас внутреннее обучение. Те, которые хорошо ориентируются в этой среде. И вот как раз в локальном акте вы можете прописать, что такие люди будут проводить, например, взаимообучение. И в том числе можете прописать там и обращение к вебинарам, которые выложены на Всероссийской лиге педагогов по использованию цифровой образовательной среды МЭО. Уточните в своих локальных актах, если вы будете прописывать, что у вас кто-то из педагогов занимается в дистанционном, например, режиме с часто болеющими детьми. Пропишите это там и укажите. Здесь я не вынесла еще пункт, что вам необходимо сделать согласование с родителями о том, что вы используете цифровую образовательную среду. И если это будут онлайн занятия, вы тогда тоже с родителями это уточнение каким-то способом подписываете. В любом случае родители вы ставите в известность, что вы такую цифровую образовательную среду используете. Ну и построите систему взаимодействия всех педагогов. Это то, что я вам говорила. Когда у вас смогут воспитатель или воспитатель-логопед или психолог использовать цифровую образовательную среду, будете ли вы проводить совместные мероприятия, индивидуальная работа будет проходить, будете вы детей делить по подгруппам. Одна часть уйдет, например, в небольшой кабинет, где подключена наша среда, и там с ней занимается специалист. В это время воспитатель проводит занятия с оставшейся частью детей, потом в другое время они меняются. Этот график вы должны составить и прописать, как и когда они у вас будут переходить. Тогда у вас эта система заработает. И все это лучше сделать приложением к вашей образовательной программе. Ну и вот это гибкое расписание использования компьютерной техники обязательно нужно прописать. И не забудьте прописать о том, в каком возрасте, сколько по времени дети могут пользоваться нашими ресурсами. Мы уточнили и показываем на наших вебинарах, что для каждого возраста, помимо использования по времени на одном занятии, сколько может пользоваться ребенок компьютером, интерактивной доской, есть уточнение в СанПинах, сколько он может пользоваться в течение дня. То есть на занятия вы посмотрели 5 минут на нашу платформу, включили интерактивные объекты, а во второй половине дня в досуговой деятельности у вас еще есть 2-3 минуты, которые вы можете использовать для показа наших ресурсов. Ну и не только наши, а просто пользование сетью интернет. Поэтому посмотрите этот момент, уточните и пропишите. И легче запомнить будет и педагогам, и удобнее будет пользоваться вам. Ну, на этом, если у вас сейчас будут какие-то еще уточнения, вопросы, мы готовы с Игорем Сергеевичем ответить. Хотим вас еще пригласить на наш вебинар, который у нас будет 24 августа. На этом вебинаре мы с Натальей Юрьевной-Заброской будем подробно останавливаться на реализации образовательной программы по образовательным областям, и будем уже рассматривать все ресурсы МЭО, как мы это можем использовать. Сегодня у нас с вами больше организационный вебинар, как нам с вами дополнить и привести в соответствие с ФОП вашу образовательную программу. Вот, если кто-то еще не подключился к нашей образовательной среде, вы можете дать ссылочку на этот ЮАР-код, передать своим друзьям, может быть, кому-то будет интересно, потому что демо-доступ получают сейчас у нас бесплатно. Вы можете посмотреть, как работает платформа, и посмотреть, что вам удобно использовать. Ну, и сразу переключу потом на следующий слайд, потому что презентация будет доступна. В соцсетях у нас есть группа, в которой регулярно выкладываются новости, выкладываются ссылки на наши проведенные мероприятия, вы можете отслеживать их там же. Ну, вопросов я пока не вижу. Да, вопросов вроде бы нет. Спасибо за полезную информацию. Уважаемые коллеги, спасибо, да, за участие в сегодняшнем мероприятии. Спасибо, коллеги. Мы тогда завершаем нашу работу. Ждем вас на наших новых встречах. До новых встреч. Продолжение следует...